всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео о мобилизации сегодня у нас с вами на дворе 22 сентября вчера путлер объявил частичную мобилизацию берем от слов в кавычках естественно она никакой не частично самая настоящая всеобщая мобилизация хватать будет всех подряд ну об этом и сейчас поговорим назвал я видео но к сожалению там ограничено 100 символами хотел назвать мобилизация родина путлер отец расистов бросает своих адептов адептов лохов в пасть овцу своему дьяволу но в описании ролика я как-то так и напишу в названии сколько по месяцам на картинке я на значке к видео написал путлер зовет лохи где вы отзовитесь ну слова зовите не стал сюда тоже впихивать там он еще шойгу картонный генерал у нас тоже тоже сегодня поговорим обо всем этом ролик я пишу с опозданием суточным так скажем да ну вы знаете я человек маленький блох у меня маленький смотрит мне немножко людей поэтому я записываю такие вещи с опозданием с небольшим на хайпе вы знаете я не 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 манипулирую не пытаюсь там что словить сам я потребляю информацию через сито через сито здравых людей здравых источников сми как это говорят здравых они у нас еще остались они конечно уже все не в россии физически находятся но они еще существуют да поэтому я сам потребляю информацию я в оригинале на сегодняшний момент слушать путлера и всю эту военную расистскую преступную хунту я не могу нормальный человек блевотину не ест и я вот не питаюсь блевотины и слушать путлера и всех и же с ним там до низов я просто уже физически не способен поэтому и сам я их не смотрю не читаю никаким образом не стенограммы не расшифровки видео как это говорят да ничего я потребляю информацию только мне меня блевать тянет когда я даже слышу вот эти вставки к сожалению мне жалко тех людей здравых которым приходится все это слушайте для нормальных людей как-то переваривая доносить мне я когда-то акунин акунин дудю когда не так давно давал интервью но уже давно недавно не знаю вот в течение этих полугода этой войны да и вот он сказал то же самое думать родную душу увидел что-то он сам в оригинале это уже это не спасу тоже не слушает не не читает да поэтому я вам передам за что купил за что продал да поэтому признаюсь честно я эту блевотину не не кушал я не 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 даже приближаться к ней не хочу да я при меня блевать тянет воротит когда я даже вот эти короткие вставки вынуждена до делают нормальные адекватные сми люди блогеры кто это все распространяет мне и жалко да и я но мне это режет уши даже когда я слышу уже уже отрывочками да вот обо всем об сегодня поговорим я естественно но я реагирую кто заметил на все 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 в мире происходящем я реагирую каким-то постами я сам что-то могу тогда уже как-то приноровил самки это картиночки лепить что это тексты какие-то меленькие писать и аудитория так как небольшая поэтому я говорю я там особо не спешу но я в текстах я всегда реагирую в текст картиночками постами каким-то я естественно перепущиваю всем давая пример в себе я естественно перепущу и другие да вот кто действительно на руку на пульсе держит кто обладает этой информации срочно имеет возможности живет этим тоже да вот естественно всем этим я делюсь и где только можно в социальных сетях на своих каналах группах каналах вот все все это распространяю естественно вас всех тоже призываю поступать по своему образу и подобию как иисус говорил сотворите научите да под меня сам так делаю и других учу естественно ну верю с небольшим опозданием на такие темы я все равно тоже записываю свои видео для своей аудитории кто-то кому-то важно мое мнение мои мысли мои знания мой опыт я тоже им делюсь ну давайте естественно всю эту тошнотную речь пупутлером разбирать не будем я представляю о чем она ну я кратко и перри перескал слышал что там как всегда его история истории мира россии и украины всего этого нет мочепуху брать не будем не лишь кратко скажу естественно ложь по поводу частично мобилизации во-первых надо понять что путин это это сынок чадо своего отца дьявола и лжеца отца лжи это это человек который врет всегда и обо всем путлер шойгу и все вот эти вот там министерства это люди которые врут всегда обо всем в этих словах этих людей нет ни слова правды это надо понять все что ты слышишь это абсолютная ложь абсолютно от слова совсем там нет ни единого слова правды это важно понять поэтому здесь когда они там говорят о частичной мобилизации это 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 лжецы и убийцы кстати вот эту вот картиночку это я в интернете нашел уже конечно так очень очень колхозненько фотошопе лицо путлера приделали к этому плакату родина мать зовет ну пост которая даже сам слепил кто-то может видел соцсетях путлер зовет где же ты лох где же вы лохи отзовитесь вот я уже не знаю просто как разговаривать с расисткой аудитории поэтому я вот пытаюсь на каком-то полу сарказме что ли я не знаю где же вы лохи где вы идиоты отзовите вот ваш путлер зовет путлер отец и отец лжи и человек-убийца отца своего вашу общую дьявол но кстати помимо этого я еще в принципе я же свой пост сделал сейчас я вам его где он у меня есть но я написал но я в принципе первое что я во первых вот такую картинку кто видел тоже россии захватит мир такой зигующий расист делает да я вам картинку сейчас вот так покрупнее сделаю к нему с повесткой приходит он уже рвет свой плакат россии хватит я за мир и такой пацифист с нимбом на голове да ну я написал что всех расистов поздравляю с мобилизацией вперед из песни такого как путлер на встречу с отцом своим дьяволом который лжеца убийца от начала это я раз по моему первые что сделал и потом я сделал уже вот это про путлера и здесь я написал всех расистов есть отличная возможность закончить свою никчемную жизнь сдохнув в украинской массорубке ради своего фюрера путлер и отца вашего всеобщего фюрера и вашего расистов дьявола отправившись в кромешную тьму ада на коленочке к своему папаше дьяволу который лжец отец лжи и убийца от начала скатертью дорожка вы знаете меня да это никак не может укорить меня кто-то попытается меня укорить в нелюбви ко всему человечеству это не так просто я не знаю уже по-другому как пробить тупоголовые и жестокосердные окаменелые сердца расистов вот и все я желаю всем покаяния вы знаете я верю исповедуя это делают немногие что все когда-нибудь покаяться что возможно всеобщее покаяние и из ада когда-нибудь все вернутся в небесное царство любви иисуса христа откуда мы все можно сказать не спали будучи сотворенными в раю я в это верю я это принимаю я это исповедую проповедую и знаю что так и будет и знаю что там мы все обнимемся в любви и радости и счастья когда каждый покаяться вот и все я всем вам желаю покаяния может как какие-то слова до них дойдут более того все что я говорю это всегда я всем грето абсолютная правда все расисты все кто сейчас убивает там украинцев все кто дубинками калашматит мусора эти в россии всех протестующих против войны и всего этого путлерского беспредела все где будут там где им и место каждый вкусит то по своим делам я никогда никого просто так не обзываю вы знаете я буду путлер это его имя этого имя потому что имя фамилия его путина на ничего не значит вы знаете когда иисус спросили что вернее сказали что у тебя там ирод я это властитель до 11 и и тогда еврейская земля была уже на четыре зоны разделена да я и четвертовластники там получились дети ироды великого так называемого один из иродов этих великих сынок его ирод искал иисус он сказал падить скажите ты лисица он даже имя его не произнес что хожу сегодня завтра и от третьего и до третьего дня падить скажите этой лисице естественно путлер это сейчас абсолютно настоящее имя путина она понятно откуда появился это скажем как трансформированный гитлер да это то чем он занимается это никакой не оскорбление не обиду меня нет цели вопрос так принижать тем чему не занимается это лжец и убийца это надо понимать и вся его естественно это военная хунта это свора и все кто зигует все вплоть до любого авторемонтника если ты зигуешь ты вот есть его чадо все вы дети дьявола иисус прямо объяснил почему потому что ищете убить меня говорил когда и и это же раздавая эти звания детей дьявола объяснял почему потому что вы дети дьявол то что вы ищете убить меня вы убийцы причем иисус это девочка да они не убили его а тот помышляли по моему о том что все расисты и лжицы отморозки и убийцы уже никому объяснять не надо по моему все уже на наших глазах происходит вот по поводу речей путина путлера до оговорился простите скажу кратко первое не какая-то не частичная мобилизация естественно это мобилизация самая настоящая кто знает прекрасно насколько у нас лживы сейчас все эти законы все очень у нас абсолютно стало без закона она и был то не особо законная даме мусора у нас всегда были негодяями в россии полными отморозками военные такие же бестолковые дебилы вот естественно все у нас судьи все знаете как по ветхому завету когда пророки обличали когда бог обличал через пророков до который судит неправедно все это вот она у нас на глазах да по поводу поэтому там частично конечно же никакая частичная не всех кто сразу сделаю отсылку я сегодня запишу ролик о себе мне про спрашивает чё как ты как у тебя с армией что я я в принципе кто моя жизнь это не из плейлиста в котором и будет это видео которое сегодня еще запишу попозже своей жизни на основном канале я выложу христалюк веган назову его христалюк веган не военно обязанной да вот расскажу как я ну что у меня был если военный билет где и что и вот поэтому здесь не буду в этом ролике о себе рассказывать хотя обычно стараюсь это иногда совместить но в этом сейчас нет нужды вот там кто захочет узнает я может быть потом к этому ролику ссылку дам если хотите вот на это видео когда запишу ну а тем кто там знаете типы разные группы там и прочее вот это все конечно же не надейтесь на это вот если у вас есть если вы понимаете потому что это все не закончится просто естественно понятно они естественно просто потому что им все равно эту бойню хочется выиграть они естественно они не полные идиоты хоть и я и так и выражаюсь вот но они не они как бы полные идиоты в плане добра как по антони великого вы помните да что умные добрые это одно и то же а в плане конечно вот таком быть бытовом конечно же они не полные идиоты Хотя, даже то, как они пытаются уничтожить Украину, заметно, что они умными, ты их не назовешь даже в этом плане. Но, естественно, они будут призывать, понятно, отверху снизу, начиная с того, что хоть кто-то действительно где-то там служил или еще что-то и так далее. Ну, вплоть потом до последнего студента с трясущимися руками, с бицепсом, как мой мизинец, да, вот с такими вот очками, пятью линзами. Конечно, закончат последним ботаником, но, конечно, начнут с максимально, кто хоть что-то способен там кого-то убивать, насиловать и тащить унитазы, да, это естественно. Поэтому, неважно, к какой группе вы относитесь, да, способного на первое или на последнее, будучи там ботаником, естественно, вы можете смело уже собирать вещички и валить из России, валить из собственного дома хотя бы, да, по месту прописку или жительства, если это знают, потому что вы там окажетесь. И выбора вследствие вследствие всех этих событий, этой мобилизации никакой не частичной. По поводу всех этих слов новоязов, я думаю, уже давно поняли, они лжецы и лжецы. И если вы заметили, как сварили русский народ, так называемый, с 90-х годов, его сварили как лягушку в кипятке, потихоньку, потихонечку варили. То, что вчера казалось бы ужасом, да, а то, что мы лет на 20 назад откинемся, то, что сейчас происходит, любому в России расскажи, вот если в машине времени перелететь, да у них глаза на лоб полезут, и у нас в частности, если мы сами себе это расскажем. Как вы замечаете, варит всегда человека, вот я говорю, сатана варит человека в дьявола, именно вот таким вот потихонечку прибавляя огоньку. Поэтому это слово там частичное опять, а не полное было, объявят и полную, хотя это частичное, это я к тому, что вам и так может не повезти уже в эту частичную. Вот, будет объявлено и полно, можете, как говорят, за дисклейми, как там, зафиксировать мои видео. Сейчас пророком, знаете, великого ничего нет быть, сейчас только идиот не понимает, что будет происходить дальше. Мы летим просто с горы, катимся или летим уже с обрыва, или катимся с горы, я не знаю, раньше я думал, что мы катимся, сначала по наклонной, потом оказывается с крутизны, а сейчас у меня такое ощущение, что мы давно уже, может, просто летим сугубо вертикально, в какую-то пропасть. Дно, конечно, где-то там есть, планета ограничена, количество людей на ней тоже, но мы где-то уже подлетаем туда. Мы уже давно во тьме, да, всякий свет померк, мы в какую-то яму просто летим уже в абсолютной бездне, и все, ничего вокруг уже нет, только дно впереди, полная тьма, и мы падаем, вот и все. Именно поэтому мне сегодня, мне вчера писали, сегодня-то утро 22-го, а вчера мне еще там стали писать, звонить даже от тех людей, которые не ожидал, стали спрашивать что-то. Я уже такой спокойный, я, ну, я попозже объясню, почему, да, чтобы не перескакивая сейчас, да. Вот, и поэтому по получастичной понимаете, что это полный бред. Поэтому варианта только три, да, насколько я понимаю, ну, неважно, сейчас я их перечислю, три, так три получится. Первое, это, естественно, это, если, ну, первое, в идеале, наверное, вообще валить куда-нибудь далеко. Ну, куда сейчас свалишь, да, вы знаете, что Европа для России закрыта, все закрывают, во многих странах Востока тебя точно так же не ждут, вот, плюс, чтобы валить, нужны деньги, нужна подушка безопасности, где-то там на что будешь жить, это жилье, это еда, это коммунальные расходы, это жизненные расходы, кого там что, лечение, здоровье. Если ты не один, семьи, дети, это вообще непонятно, где у людей, на билеты одни сколько денег надо обустроиться, где-то как ты дальше будешь совать, вообще непонятно. Конечно, идеальный вариант сейчас валить просто из этой рараши, да, через 2Z, как я пишу, кто заметил в социальных сетях везде, в своих текстах, не Россия, а Разия, да, вот, и, конечно, это так, чтобы вообще себя от этого безопасить, но, единственное, это я свое мнение выскажу, об этом немного кто говорит, бежать-то особо, знаете, это все не закончится, то, что мы смотрим, вот, как сейчас, это все так не закончится, закончится это все, это, вернее, потому что она уже началась, это Третья мировая война, полыхать будет весь мир и особо куда-то бежать непонятно куда, посмотрите, что сейчас, вы просто не представляете, как я всем говорю, может, кто-то, конечно, и представляет, из моих зрителей кто-то образован и интересовался такими вопросами, сколько тлеющих конфликтов на планете Земля, их просто полным-полно, мы просто не знаем о них, точно так же, как там в какой-нибудь Папуа Новогвинеи, никакого сейчас дела нет до Украины, но у этой Папуа Новогвинеи есть Папуа Старая Гвинеи, которые друг друга ненавидят, как северные корейцы и южных, да, как казаки-таджики, там, узбеки-таджиков, киргизы, еще кого-нибудь, кого-нибудь там ненавидят, армяне-азербайджанцев, и вот так вот все это до бесконечности. Не думайте, что Европа такая святая, в Европе все то же самое. В Европе нацизм до сих пор нигде не похоронен, да, завтра Италию опять может переклинить, там все что угодно завтра полыхнуть может. Южная Америка, многие из России ничего о ней не знают, там точно так же полно тлеющих конфликтов, даже Северная Америка, да, которая, казалось бы, большая часть территории, которая, это три страны, Мексика, Америка и Канада, да, но там есть и поменьше страны, да, да и сами Мексика, Америка и Канада, это нам только кажется, многие вещи просто люди не знают или не хотят знать. Возьмите всю Африку, возьмите так называемый Ближний Восток, это вообще караул, да. Надо ли рассказывать что-нибудь о Сирии, Палестине, Израиле, кому об этом надо рассказывать, мне кажется, нормальные люди, Иран, Ирак, по-моему, все и так всем известно, да. Вот, так что мы видим, и мы видим уже, как все это полыхает. И уж стоит ли говорить о Китае с Тайванем и Америкой? Лучшего повода у Китая, лучшего времени у Китая сейчас возвращать Тайвань в лоно матери просто не существует. Вот, я думаю, что нападение на Тайвань и Китай, ну, вопрос времени буквально, вот, может быть, до Нового года, до 2023, вот, в течение пару месяцев, ну, максимум полугода. Естественно, ввязывается Америка, ну, и сами понимаете. А когда я вам рассказывал, я вам всем рекомендовал, может, у вас сейчас нет времени, уже желания, я уже об этом много раз говорил, кто хочет понять, как все это происходит, потому что история лучше учительницы, к сожалению, для многих идиотов это ни о чем, она никакая не учительница, да, вот, но кто хочет, посмотрите, на, есть серия видео BBC, вторая мировая в цвете, я всем рекомендую, потому что, особенно у русских людей, которым пробили в голову, что они там великое отечество, победили фашизм, и что вот только они такие великие герои, что это вообще была война, чуть ли не там, не Германия, СССР там, нет, это была, она не просто так названа вторая мировая, то, что, в частности, там, для русских с 1941 по 1945 она была отечественной, это же не говорит, что с 1941 по 1945 она перестала быть мировой войной, и эта мировая война, это не только война фашистской Германии, там, со всем миром, люди, многие об Италии не знают, кто-то не знает об Испании, кто-то не знает о Японии, да, а кто-то не знает о всех дальше, маленьких конфликтов, так называемых маленьких, хотя каждая жизнь ценна, полыхала вся Африка, да, полыхала вся Америка Южная, полыхал весь Восток, об этом просто никому не интересно, никто этого не знает. Сейчас будет то же самое, мы это с вами уже видим, сейчас это будет происходить, когда начнут ссориться, так называемые, большие братья, маленькие начнут подтихую вырезать друг друга, вот, это все будет, это все впереди, нас ждет, вот, поэтому по поводу мобилизации, первое, это, конечно, валить полностью, ну, непонятно куда, везде будет полная жопа, поэтому толку от того, что вы свалите, ну, не знаю, все такое тоже себе. Второе, конечно, это вы тупо сваливаете, как минимум, со своего места жительства, места прописки, там, основного места жительства, где знают о том, что вы живете, потому что за вами придут, это однозначно, вот, а когда вы будете хотя бы жить там, где никто не знает, ну, шансов больше, конечно, вас могут просто на улице отловить, все такое, но все-таки это тоже шанс какой-то, да, если есть возможность, правда, опять куда-то бежать, как ты будешь жить, заплатить за жилье, на что кушать, один ты будешь с кем-то, все это большие вопросы, где-то там на работу на какую сейчас устроишься, все это очень непонятно, вот, ну, и третий вариант, конечно, уж, уж, если, если тебя поймали, тупо сдавайся садиться, да, сколько бы ни дали, хоть до конца жизни сидеть, лучше сидеть, чем отправиться в ад на коленке к отцу своему дьяволу, вот, если уж вас куда-то затащили туда, или вы вот сейчас попали, кто-то там какие-нибудь срочники, ну, вряд ли мой видео дойдет, но я говорю, для тех, может, у кого-то там дети, внуки, друзья, братья, сестры, я вот поэтому говорю все, что есть, чтобы вы там сами дальше куда передали, считаете, уж кто там оказался в этой мясорубке, потому что вчера ворота закрылись, я об этом предупреждал, я лично некоторым говорил об ихних детях, они меня тогда не слушали, спорили опять со мной, дурака из меня строили, ну, пожалуйста, пожинайте, что вы теперь, вчера, говорят, ворота захлопнулись, уже там все, кто в этой системе, там вообще вариантов нет, это как раз по ним теперь все эти статьи будут плакать от 10 до 15 лет, то, что вчера еще в уголовном законе все по это подправили, но, по-моему, для тех, кто пока вот вообще никак с этим не соприкасался до этого дня и будет вот так уклоняться, по-моему, там до двух лет, понятно, все это формально, будешь сидеть, может, сейчас надо будет, как Навального, будет всю жизнь травить, но хотя бы так на бумаге, вот, поэтому в любом случае не идти, ну, а если уж ты там оказался, тоже вариантов это только сдаваться в плен, как-то там пытаться, вот и все, там даже назад варианта идти нету, во время бойни тебя твои же просто застрелят пулей в лоб, вот и все, они же отморозки, вот, поэтому там только сдаваться в плен, вот и все, сохранить свою жизнь, а там уж дальше будете смотреть, когда все это, весь этот ад закончится, других вариантов больше нет, ну, вот, поэтому их можно так грубо на три поделить, совсем далеко, не знаю, есть ли в этом смысл просто поменять место жительства, тоже не знаю, насколько все это будет, вот, ну, и третий, он такой общий, тем, кто в миру, так назовем, сидеть, тем, кто уже там, только бежать на другую сторону сдаваться, ну, в общем-то, и вот, и все, не знаю, что еще прибавить, убавить, какие советы дать, у каждого своя какая-то судьба, и у каждого своя жизнь, свои возможности, ну, что ж, теперь решать, я говорю, мне вот жалко тех, кому, кто даже вот спорил со мной, мне жалко вот этих вот мамашек, мне писали, да, я говорил, да, да, валите оттуда, нет, мы писали, да, вот куда, все, уже ничего нельзя, это было еще в самом начале, февраль, март, ну, вот теперь, вот теперь, да, теперь жопа, ну, что ж, пожинайте плоды, по поводу дальше, я не знаю, кто это говорил, я чисто в ленте знаю, в личных сообщениях, из личных сообщений, 300 тысяч, что ли, обещают, я, знаете, я все думал, как они собрались мобилизацию проводить, те там, кто воюет, наемники все, кто, я сейчас сильно распространяться не буду, кому интересно, посмотрите, вот это мое видео, найдите на канале, такой вот значок, называется оно, сейчас скажу вам секундочку, солдат в армии, можно просто по поиску найти, альтруист, дефис-патриот или наемник-убийца, вот это видео найдите, кому интересно, посмотрите, вообще все видео, которое касается сегодняшней ситуации, вот этой всей войны, у меня есть плейлист на канале любовь к врагам, патриотизм и вся вот эта блевотия, национализм и так далее, найдите его на канале, ссылки будут все в описании, я постараюсь прикрепить, если забуду, напишите в комментарии, в первом закрепленном комментарии, комментарии в описании к ролику, там все есть, и я до войны вечно обличал патриотизм, как ложь, как антихристианство и прочее, но уж когда война началась, уж там вот все, что я говорил за эти полгода, все видео есть, вот я в этом видео, в частности, говорил, показывал о том, что какая-то война, какая-то отечественная война или еще там что-то, да, или тут мы тоже защищаем родину, как Путлер там несет весь этот бред постоянно, защищают родину бесплатно, если ты уж действительно ее защищаешь там, как эти, да, кто-то там, вот, там обычные наемники, обычные наемники-убийцы, вот, никто там никакую родину не защищает, если ты уберешь завтра у них зарплату, там никого не останется, ни одного человека, ну, два дурака там идейных, с промытыми мозгами и все, с гранатой в зубах, все остальные просто разойдутся по домам. Я вот, когда все это услышал, ну, еще я говорю, информацию я сам в сутки потреблял, так скажем, и то я толком не знаю, и так через личные сообщения мне кто-то написал, что вроде как 300 тысяч там тоже и этим, что ли, обещают, я не помню, всех, кого призывать, всех, кого будут сейчас мобилизировать еще по 300 тысячам, говорю, дать, не знаю, ну, потому что, действительно, если они им ничего не дадут на халяву, тогда они взбунтуют, почему те за бабки воюют, которые до всеобщей мобилизации были, а нам ничего, вот, если у тех отрежут, я говорю, они все выйдут, поэтому сейчас какая-то будет, это брехня, во-первых, конечно, как мне все говорят, там 30 тысяч платить не будет, это понятно, там будут кидать и так далее, тебе никогда их не будет платить, пока ты будешь в учебке, пока ты тебе везти будет, тебе там, там, говорят, на день рассчитывают, потому что там кидают то же самое, уж полно, конечно, истории в интернете все пишут, что только когда ты в реальных боях участвуешь, там идет, там счетчик включается по 300 тысяч, а так что-то там 30 тысяч, что ли, платят, или 50, там, ну, как обычно, нет, пока ты там дармоедствую, прожираешь зерно земледельцев, да, которые трудятся в России, налоги обычных граждан, да, сожираешь, вот, посмотрите это видео, поэтому, естественно, ни на что это не вдумайтесь вестись, там, 300 тысяч или еще что-то, вообще чепуха, но кто ведет, знает, в принципе, я к таким еще обращаться, я не знаю, есть ли среди моих слушателей такие, это вообще дно ада, как я уже написал в посте, скатертью дорожка, тогда, вот, если ваш отец дьявол вперед из песни, будьте там счастливы, как вы думаете, только вы там несчастливы не будете, вот, по поводу ядерной войны, где у меня это, куда я ролик-то делал, тоже ролик вы уже видели, буквально недавно вышел, ну, как я уже месяц назад записал, все, все ролики по ссылке я открываю раньше в телеграме у себя в канале, кто хотите, подписывайтесь, там, я вперед всего даю сначала ссылку, потом через некоторое время открываю на канале, на канале сейчас выпускаю 2-3 ролика в неделю, но это видео сегодня сразу открою, ну, пораньше дам ссылку на сутки в телеграме, и сразу его открою, так как обстоятельства, да, требуют, кому интересно, посмотрите, вот, скоро ядерная война, называется, найдите через поиск, ядерная война неизбежна, когда начнутся ядерные удары, можете либо на канале через поиск пользоваться, есть на каждом канале, внутри ютуб-каналов еще свой поиск, либо в общий поиск, вот, все, что я сейчас сказал, ну, там, добавьте христолюпы, у вас обязательно мой первый ролик выйдет, я все сказал, сегодня повторюсь, я, кстати, о мобилизации там все сказал, я сказал, что будет мобилизация, и будет ядерная война, все по списку, но раз уж там просто на словах было, сегодня мобилизация, вчера мобилизация объявлена, записываю ролик, вот, не дадите мне соврать, я говорю, посмотрите ролик, я там все сказал, вот, ядерная война, Путлер там опять уже прямо, прямо уже говорит, что все, я буду бомбить, ну, что ж, я сказал, что это все будет, все, что мы сейчас видим, это пока еще цветочки, вот, реально, то, что мы сейчас видим, это пока цветочки, мир полыхнет, вы знаете, я никогда не был апокалиптиком, я до событий 24 февраля обличал апокалиптиков, деятельно показывая, что мы не вошли в книгу откровения, вчера я некоторым в личку опять все то же самое рассказывал, сегодня вам не буду рассказывать, посмотрите ролики, вот, я говорю, в том плейлисте, все там про четырех всадников, про то, как я первый ролик про апокалипсис записал, все, я это рассказал, что, почему, какие там важные цифры, целиком посмотрите, у меня книга откровения с чтением, полным чтением, всегда без всяких вырываний, с комментариями записан на канале Христолюб, чтение Библии и иных писаний, наверное, сейчас это актуально, ну, конечно, не забывайте про Евангелие, которое я даже сейчас записываю, это тоже очень важно, да, вот, ну, тоже посмотрите, я все сказал, все это будет, готовьтесь, да, это уже неизбежно, именно поэтому у меня такая реакция, именно поэтому у меня такая реакция, вчера была вот на Путхеровский зов, да, на все его хунты, потому что я принял это, вот, я был в шоке, так же, 24-го, я неделю, вы видели, я все постил, как это тоже меня трясло, у меня вот такие глаза, я не понимаю, я не верил, что это происходило, все равно, я все репостил, еще дождь тогда был, все смотрел, я просто сутки, тоже, как все, неделю просто не отрывался, я ничего не записываю, я просто все слушал, слушал сутками, дождь шел, они в экстренном режиме вещали, все эти протесты, потом я сам стал, ну, я все активно репостил, все, сам свои посты какие мог, кто помнит, статьи стал писать, потому что никто тебя не видит, ты хоть тихо тут, сходя с ума, что-то строчишь, вот, потом, вы помните, первый «Нет войне», естественно, я записал, выложил, через 5 дней, это я так округляю, до недели 5 дней, я сам не мог себя собрать, я не понимал, что, что, все, вот, ну, и потом все дальше, 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 уже стал сам, естественно, все это от себя, как говорится, тоже свой контент создавать, все это говорил, вот, и я принял это, я сказал, что, да, сегодня опять, я не могу сказать, что мы вошли, вот, если сбудется, там есть четкие, четкие признаки, цифры, там, все понятно, для меня книга «Откровение» открыта, как бы тавтологично не звучала, вы знаете, когда, да, я ее записываю, я Богу молился, чтобы он мне все открыл, для того, чтобы я поделился с людьми, так что, да, вот, и, в общем-то, мне там все понятно, вот, хотя я ее до того, как публично зачитывал, сам я ей пренебрегал, ну, в общем-то, там православие, я же православие практиковал, кто знает, больше трех лет, искренне там тоже все время запугивали, что читать ее не надо, я ее чисто формально прочитывал, не вдумываясь, ничего, когда пришло время самому ее читать и комментировать, да, «Господь мне все открыл», да, там ничего сложного, все понятно, там есть символ образа, которые нам некоторые непонятные, пока еще по времени не наступили, но там есть понятные вещи, такие отсечки, по которым можем судить, и первая отсечка, которая говорила о том, что мы не вошли, я на нее указывал, сегодня я не буду говорить, кому интересно, посмотрите мои видео, вот, и если она сбудется, мы можем считать, что мы вошли, и видеть себя прямо в этой книге, в этих главах, вот, поэтому я просто принял это, и сейчас я уже наблюдаю за всем этим, как это просто вот идет, и все, и я уже, вы знаете, я сказал, что, в принципе, моя судьба тоже уже, как и многих, предрешена, мне только сидеть, какие еще варианты, наговорил я уже на 10 пожизненных по Путлеровскому режиму, да, вот, поэтому, что у меня не просто какие-то скромные нет войне, вы кто мой контент смотрит, а кто недавно попал, посмотрите, да, я думаю, вам этого видео будет достаточно, чтобы понять, что у меня просто распнут, вот, и все, поэтому, какие варианты, я-то все это принял, да, живу, как живу, чем целыми днями занимаюсь, ролики, Евангелие, как видите, продолжаю, заканчиваю, хочу второе чтение Евангелия от Матфея сделать, и дальше, если буду пока здесь находиться, занимаюсь чем-то по саду, огороду, просто потому что у меня есть энергия, я так же, как и вы, с утра просыпаюсь, день надо как-то прожить, я просто живу, но я, у меня лежит, можно сказать, тревожный чемоданчик, хоть ничего у меня не лежит, я образно говоря, он у меня вот здесь, завтра придут, я выйду, куда поведут, как Иисус сказал, да, вот так вот, вроде бы все по Путлеру, да, давайте к так называемому Шойгу перейдем, какую-то такую картинку нашел, не знаю, но я именно отсюда вырезал себе на значок, вот его там маленького, не знаю, почему вдвое здесь, вот, ну да ладно, это не суть важна, по поводу Шойгу, я тоже видел эти отрезки, ну, их же вставляли, я хотел вообще отдельно ролик, думал, можешь записать Шойгу двоечник или, да, ну, по поводу его картонного генеральства я ничего говорить уж не буду, мне все это, тем более вся эта военная тема, это именно от дьявола, я скажу просто, показав вот безумие этих людей и того, чтобы, если у кого-то что-то там, да, еще не может, я не знаю, колеблется или не до конца принял, что они идиоты, вы послушайте его речь, я так сам говорю, сам не слушая, да, я вот, послушайте эти отрывки, человек утверждает, что они там на Украине положили 6 тысяч своих солдат, 6 тысяч за полгода и убили 80 тысяч нацистов, и сейчас они призывают, он говорит, 300 тысяч человек они хотят призвать, слушайте, вот этот человек, ну, знаете, за кого вас всех держит, это вот он вас всех держит за идиотов, вот всех расистов, я сейчас вас, я знаю, что это не обижает нормальных людей, но вдруг будет меня слушать расист, он держит тебя за идиота, законченного идиота, тупого, безмозглого куска мяса, у которого нет мозгов, это кусок жопы резиновой, вот и все. Вы, пожертвовав 6 тысяч, убили 80 тысяч украинцев, ну, там, 5900, я даже цифры там из головы придумал, какую-то некруглую цифру, ну, 6 тысяч округляй там, вот, все равно это все брехня, естественно, положили там уже тысяч 50 русскоговорящих, так называемых, это очевидно. Человек вообще не дружит с головой, эти люди вами управляют, эти люди посылают вас на бойню, ради этих людей вы будете сдыхать там, как непонятно кто вообще. Это же идиоты, самые настоящие. Не думайте, что я не похож на Иисуса, не подражаю своему Учителю, Иисус назвал их безумным, я говорю, до нас дошло. Безумный или идиот, одно и то же слово, кому какое нравится, мне просто нравится, вы знаете, я участвую, употребляю. Иисус сказал безумцы, безумные, слепые, вожди слепых, идиоты. Какая разница, идиоты или безумные, дайте мне разницу, обратитесь к толковому словарю, не найдете ни одного отличия, отличия разные, просто слова, говорящие об одном и том же. Это идиоты. Он кому эту дурь в голову пытается вложить? Они, 5000 у них погибло, они 80 тысяч убили, но при этом призывают 300 тысяч. Не идиот ли человек? Идиот. Он говорит, что в России призывать, он говорит, в этой частичной мобилизации, будет по трем признакам. Я могу чуть-чуть ошибиться, как говорится, я даже не сильно вдумываюсь, но так, видите, при этом пытаюсь пересказать. Он сказал, что это кто там? Это военно-обязанные, то есть, имеющие, то есть, вот, прошедшие военную службу, то есть, имеющие какое-то отношение. Что-то еще, что-то у меня уже из головы вылетело. Но самое главное, что мне запомнилось, что я хочу опять сказать, что говорит свидетельство о безумии этого человека. Он говорит, что прошедшие опыт боевых действий. И сказал, что таких мобилизационный резерв, если у вас частичная мобилизация, он говорит, что мобилизационный резерв при этом 40 миллионов человек в России. 40 миллионов людей, прошедших боевой опыт. Он какую дурь несет? Это надо быть конченным идиотом. Да, он с умным видом сидит, как они все. Умного в этом человеке нет ничего. Какие 40 миллионов в России имеют опыт боевых действий? Напишите мне в комментариях, кто из вас, хоть один человек, меня слушающих, я посмотрю, сколько просмотров, имеет из мужчин боевой опыт. Кто? Какой боевой опыт? Все, кто в Сирии, они все там, это уже давно очевидно, и, скорее всего, 80% из них уже сдохли. Грузия, в которой они не воевали, это боевой опыт на танке прокатиться, как на учениях. Какой? Чечня? Я в третью компанию не попал, мне 40 лет. Мне 40 лет. Какая Чечня? Все, кто прошел Чечню с боевым опытом, это от 45 и выше, это раз, больные со своими семьями, женами, машинами, бизнесами, тыры-пыры-пыры, друзьями, больными родителями, больными детьми или там нуждающимися детьми, с устоявшейся жизнью или уже давно ушедшими в другую жизнь. Какой боевой опыт? Где? Сколько вы их наберете? 300 тысяч? Из 40 миллионов, имеющих боевой опыт? Кто? Что, стоит ли заикаться про Афганистан, надо быть идиотом? Или только не знающим годы этой бойни? Вы кого будете? Он будет все, бадиком там всем, бадиком всех по спине колошматить старичок. Какой боевой опыт? Где? Какие 40 миллионов с боевым опытом в России? Это говорит, вы знаете, как там говорят оговорки по Фрейду, понятно, что это лжецы, отца своего, дети отца своего дьявола, который лжец от начала и отец лжи. Они лгут всегда и обо всем. Когда, знаете, про Пескова, вот этого усатого-то пошла поговорка, что он врет, когда открывает рот, это про них про всех. Они врут всегда, когда открывают рот. Там бессмысленно разбираться в их речах. Они лгут всегда, когда открывают рот. Цей поганый, помойный рот, из которого идет одно зло. Ад идет через их уста. Этой фразой он сказал, что вся их частичная мобилизация это просто, как всегда, иновояз, лукавый, лживый, дьявольский иновояз. Потому что эта частичная мобилизация в голове Шойгу подразумевает 40 миллионов мужчин русскоговорящих, проживающих на территории. Ну, и там не знаю, каких говорящих, не знаю, где. Они уже готовы всех там призывать, проживающих на территории. Им до лампочки кто придет уже теперь. Да, Собянин там в Москве передел МФЦ там, или что он там для иностранных граждан, кто готов в наемники там идти и так далее. Уже этого достаточно. Надо быть полным идиотом, чтобы поддерживать современный режим. Хотя, вы знаете, конечно, в моем окружении, понятно, я многих там тоже забанивал, от многих от дружбы отписался, попросил от меня отписаться, я говорю, всех, кто за этот вначале режим поддерживал. Возможно, ты просто вокруг себя все это убираешь. Как говорят, свой пузырь, в своем пузыре остается, вы знаете, я лучше буду в своем пузыре, мне никто не нужен. Про Путина, конечно, говорят, что они тоже все в своем пузыре, вот поэтому доводят. Да нет, знаете, дело не в том, в своем-то пузыре или нет. Этот пузырь может быть наполнен святостью и любовью, и добротой. И этот, может, пузырь наполнен быть ложью злобы и дьявольщиной. Посмотрите, кто их окружает. Да, я живу в своем пузыре. Вокруг себя я стараюсь в общении в своем содержать людей здравых, добрых, честных, искренних, любвеобильных. Да, я в своем пузыре. Да, и Путин в своем пузыре. И никто из своего пузыря выходить не хочет, потому что я не хочу. Я не убийца, я не лжец, я не мародер. Зачем они мне? Зачем я буду? Слушай, кто будет есть блевотину и жрать говно? Никто. Нормальный человек не будет. Человек, который жрет говно и пьет свою мочу, называют психом. Я не псих. Я еще это рассказывал на примере того, когда блогер банит неадекватных зрителей. Ну, кто будет целыми днями на себя вот эти вот помои принимать? Иисус сказал, судите по делам. Какие дела их? Что они созидают? Вот так вот. Многие просто уходят, потом, конечно, возвращаются. Хотя некоторые уж по сто раз уходят, возвращаются. Я удивляюсь на этих даже своих знакомых в общении. Неужели, когда мозги свои заработают? Когда примете простую истину? Поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Никогда не поступать так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Вот так вот. Наверное, все. Я даже не знаю, что сказать сегодня об этой вот горе мобилизации. Мы катимся в полный пипец. Не катимся, я уже сказал. Мы просто летим вот так по отвесу камня вниз в эту пропасть, которая уже все. Мы не в начале, тут еще свет. Когда камешек падает, еще в колодце что-то видно. Мы уже все эти пути прошли, где еще так свет немножко уходит. Уходит, мы летим. Нет, мы уже летим там, где нас тима объяла. Все. Там где-то уже скоро мы уже стукнемся об дно. В том ролике о ядерной войне я тоже все сказал, что в любой войне применялось абсолютно все оружие, имеющееся у воюющих сторон. Абсолютно все. Натуаное оружие. Все ради победы. Вы слышите это в речах всей этой бесноватой хунты в России. Всех этих расистов сейчас везде. В социальных сетях, в пабликах и так далее. Компашка там подберется. Я вообще не знаю, какой здравый человек. Слушайте, я в конце, ладно, скажу по поводу зоны. Кто-то там боится сесть. Слушайте, посмотрите, кого сажают сейчас. Всех этих так называемых политзаключенных всех, кто протестует на протестах. И посмотрите, как Пригожин, повар Путина, всех этих отморозков, убийц, маньяков, педофилов, извращенцев всех оттуда отправляют на мясорубку на Украине. Вы знаете, да лучше попасть на зону. Там тебя уже с большей гарантией хотя бы на 50% будут окружать интеллектуалы, добрые, честные, открытые, искренние люди, чем вот там, в украинской мясорубке, где одни зэки, маньяки, убийцы, педофилы, насильники, отморозки. Начиная с самих военных, этих дебилов. Да. Люди, пошедшие так называемые защищать родину, даже в этой армии служить, это люди, отказавшись от своих мозгов, я об этом всегда говорил, вы почитайте присягу, которую они дают. Они не дают присягу, что они отрекаются от своих мозгов ради любого тупого, человека ненавистнического, дьявольского приказа своего начальника. Вот и все. В этом суть присяги. Абсолютное, стопроцентное подчинение, отказавшись от самого себя, от своего я, от своих мыслей, от своих любых мировоззрений, убеждений. Ты просто выполняешь приказ. Как такое же дерьмовое послушание в ортодоксальных сектах, типа православия, послушание батюшке или еще кому-нибудь, попику, старичку какому-нибудь под именем старца. Вот то же самое. Кто там? Вы туда хотите попасть? К людям, которых ты на улице за километр обходишь, которые сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ невинных погубил, они все там. Да вы знаете, я лучше на зону пойду. Вы знаете, после того, как все оттуда выйдут, при приеме куда-нибудь, особенно в госслужбу, для тебя это будет прямо красным, как говорят там, по... я-то не был там, слава богу, эти времена не видал, когда там членство в партии, это красная корочка тебе, красную дорожку везде открывало. Вот так вот, все вот эти вот штрафы потом, как и протоколы, возможно, даже уголовка, административка или уголовка, соседка, или как там условно, сейчас условных уже вообще не дают по ходу, да. Это потом людям сыграет хорошую службу, так скажем, в будущей жизни, если мы до нее даже, если что-нибудь на земле останется. Ну, судя по книге Откровений, по крайней мере, после семи печатей, все-таки три четвертых населения выживет, но 25%, видите, проговорился сегодня, не хотел вам говорить, чтобы посмотрели мое видео, но четверть населения земли будет умершвлена вследствие Третьей мировой войны, вследствие открытия этих семи печатей, снятия этих семи печатей. Четкая, понятная цифра, данная Богом человечеству. Четверть населения земли погибнет. Если мы вошли, если мы входим в книгу Откровений, если мы при дверях или уже прям в нее просто влетаем со всей, у меня сейчас в голове картинка из мультика «Остров сокровищ», как они в дом забегали, это помните, вот если мы прям туда, мы прям сами туда, прям влетаем просто в эту книгу «Откровения», снося все двери, ну вот такая вот судьба. Поэтому, знаете, выбор, сесть или отправиться в бойню, в неправедную, отправиться на коленки к дьяволу, так лучше отправиться на зону, и если даже там тебя задолбят, или тут почему-то не выйдешь, даже может, случайно, по состоянию здоровья, там уйдешь. Вы знаете, вы уйдете туда, где Иоанн Креститель, где Иисус, Иоанн Креститель, который обличал Ирода и сидел, и был обезглавлен, вы отправитесь туда, где Иисус, который был распят, неправедно, вы знаете, по-моему, сейчас это награда, сейчас сесть, это, по-моему, это, это прям почетно, да. В будущем тебя будут спрашивать, а ты что, не сидел, что ли, не знаю, как будут за это говорить, за все вот это вот, Ты что, не сидел, о, фу, косячник. Так что, вот так вот, так что, вот так вот, так что, что могу сказать, для меня очевидно, куда мне отправляться, я лучше отправлюсь к нормальным людям. Так что, так что, такие вот дела. Ну, у меня на этом, наверное, все к сегодняшнему ролику. Добавить не знаю чего, когда следующий ролик по этой теме, не знаю. Ну, я хотел вот отдельный ролик выпустить, не знаю, сегодня будет желание про это, я же тоже что-то, когда этот ролик с Пригожиным, кто видел, с поваром Путина про все это, зэки, ну, может, если будет желание, сегодня завтра запишу, хотя уж тем, уже, наверное, актуально, да нет, актуально, я говорю, может, в отдельный ролик на днях помусолим эту тему. на этом у меня все. Всем желаю как-то. И, слушайте, напоследок скажу словами Иисуса. Очень важные слова, когда, когда, вы помните весь этот эпизод, покружу вас в контекст, Иисус с учениками спрашивает, за кого его люди почитают, там, одни говорят, за пророка, там, за Илию, за кого угодно, да, за одного из великих кого-нибудь, да, ну, кто-то, может быть, за Мессию, да, но вот, и Петр говорит, да, ты Христос, ты Мессия, ты помазанник Божий на царство земное, чтобы прославить Израиль, освободить там, от римского иго, и так далее. Иисус ему говорит, что я, конечно, Мессия, да, но только не тот, как вы его понимаете, да, много мне придется пострадать, отстареешься, от всех вот этих отморозков, да, наверху сидящих, пощади себя, побереги себя. Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ну, пусть в других переводах следуй за мной, сатана, ибо ты думаешь о том, что человеческое, а не то, что Божье. И кто хочет душу свою сберечь, жизнь свою, там, правильный перевод, да, вот эту вот, никчемную нашу земную жизнь, в больном теле, все страдаем кругом, одни болячки, одно зло, нас то обворуют, то ограбят, то обидят, то ударят, да, и кто, говорит, вот эту, думает жизнь свою, вот эту вот, никчемную сберечь, и ради нее поступится истинной, добром, любовью, тот потеряет ее, тот погубит ее, погубит себя в вечности. Поэтому сказал, берегитесь не того, кто может погубить, это тело и так, никчемное. Человек, спасибо надо сказать, если он тебя от этой плоти избавит, как Павел писал. Кто избавит меня от этого, от этого тела, скафандра смерти, ибо моя, моя жизнь Христос, а смерть приобретение, ибо мечтаю разрешиться и со Христом быть. А кто трясется за эту жизненку, тот погубит себя. Там, по-хорошему, не ее прям сказать, чтобы было понятно, ее ты и так вот именно, все равно она уйдет, рано и поздно. Ты себя погубишь, целиком себя. Потому что ты, там не только душа, потом оказывается, она душа будет иметь духовное тело. Точно такое же тело, только духовное, чуть отличаешься от этого. Поэтому, кто хочет следовать за мной, отвергни себя. Что это значит? Да вот это вот все. Все думают, да как ты, что исполнять заповедь? Да вот берите, исполняйтесь. Да, мне тоже хочется, не хочется страдать, как Иисус молился в Герсиманском саду. Мне тоже не хочется лишний раз. Есть кое-какой домик тут, земля какая-то, воздухом можно дышать, на речку сходить искупаться, грибы пособирать, да, ягоды, фрукты, овощи поесть, пообщаться с людьми, да, в баньку сходить. Мне тоже хочется жить обычной нормальной жизни, не страдая. Ну, мало ли, что мне хочется. Все это будет в вечности. Надо явить в себе совершенно жертвенную любовь. В конце этого хочу сказать еще дополнительно, что вот именно не бойтесь, говорите, делитесь этими роликами, моими, чужими, какими вам постами, свои пишите. Взойдите на эту ступень, откройте себя. Не Бог будет судить вас. Вы сами себя осудите и сами себя, как Иисус сказал, прославите. От слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. Мы, наши дела, наша жизнь, не количество, как эти протестанты извращают, лишь бы подменить учение Иисуса Христа. Дело не в количестве, а в жизни, в самих добрых делах, свидетельствующие о твоем внутреннем состоянии. Если ты молчишь, ты трус. Если ты не делаешь этого, ты не дорос. Дела свидетельствуют, Иисус сказал. Человек узнается по плоду. Ничего не бойтесь. Дети, родители у вас, жены, мужья. Бог позаботится о нас обо всех. Так или иначе. Все это творится только благодаря тому, что мы промолчали. Там проглотили, там проглотили, там попустили, там не сказали, там промолчали на наших глазах беззаконие. И мы довели до этого. Это мы. Мы все виноваты. Кто не говорил об этом? Покайтесь, хочу сказать словами Иисуса Христа Иоанна Крестителя. И сотворите плоды, достойные покаяния. Не сожрут они всех. А если сожрут, как Иисус сказал, на этой земле, мы вечны. А как мы будем вечны? Блаженствовать, наслаждаясь, попав в правильные миры, в светлые миры, в мир и любви Иисуса Христа? Или будем страдать с такими же, как мы, молчунами? Это зависит целиком и полностью от нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok